Всем доброе утро и добро пожаловать в наш новый влог. Как у вас настроение, друзья? Наступила у нас осень, да, сентябрь, дожди какие-то даже в Риге немножко начинаются, я смотрю. Но всё равно даже на прогнозе ещё какие-то дни, вот даже 24-25, хотя утром и вечером это уже далеко другая температура, но днём ещё как-то лето немножко, немножко как будто пытается остаться, да, но всё равно в воздухе уже осень, осеннее настроение. Хочется уже думать о каких-то осенних аутфитах, не знаю, осенние новинки, что-то купить себе к осени. В общем, что, мы начинаем сегодня новый влог, начинаем его с завтрака. Я так подсела на паприку красную, просто каждое утро сейчас ем, и даже в обед тоже ем красный перец, красную паприку, прям всё время покупаю. И тоже подсела на вот эти крекеры. В прошлом влоге я вам показывала один вариант, там были отруби в составе, а сейчас я купила вот такие рисовые, и они тоже просто мега вкусные. Покупала, по-моему, в Риме. Обалденно! С сыром, с ветчиной, просто на завтрак вместо хлеба, прям балдею. И ещё пробую сегодня новый сыр. Это плавленый сыр, но сыр камамбер. То есть, если вам нравится камамбер, то вот это будет вариант тоже для вас. Именно в плавленом виде сыр камамбер. Очень вкусно, немножко попробовала. И, возможно, съем ещё творожный сырок. Здесь положила мой любимый на данный момент, Балтайс. Именно вот такой у меня завтрак. Хотела сегодня идти завтракать куда-то в кафе в центре, но всё-таки моя любовь к домашним завтракам сегодня перевесила, и я осталась дома. Так что всем добро пожаловать в наш новый влог, в наш новый день. Приятного просмотра! Смотрите, какой у меня здесь чудесный букет дома. Прям такой осенний, да? Рассветка от светло-розового, здесь вообще белый, до более тёмного. И вот такой вот тоже фиолетовый чудесный букет. Очень меня радует. Несмотря на то, что вроде бы осеннее настроение, оно выглядит это всё прям прелестно. Теперь, наверное, буду долго, пока есть возможность, покупать именно вот эти осенние цветы. Я сегодня такая молодец. Я сегодня полутра занималась разбором гардероба. Не то чтобы расхламлением особо, а просто перебирала, убирала летнюю совсем одежду отпускную, которую уже точно не надену, и выбирала ближе к делу, скажем так, выбирала осенние какие-то кардиганы, которые мне уже сейчас будут нужны. В общем, занималась сегодня организацией гардероба. Для расхламления пока ещё ничего особо не нашла. В принципе, цель пока была только убрать летнее и немножко там организовать эти полки. Выбрасываю только вот эту летнюю корзинку. Я её прям затаскала, затаскала. Какие-то вешалки. И внутри у меня здесь ещё чёрная майка и чёрные льняные шорты, которые тоже мне уже не нужны. И, в принципе, по состоянию тоже уже никому не отдать. Поэтому это всё пойдёт в мусорку. Такое совсем, видите, минимальное расхламление. Потом уже основательно будет чуть позже, когда я начну вынимать уже совсем зимние вещи. Тогда уже я прям планирую хорошенько так расхламиться. И ещё я выбрала себе новое чтиво. Это современный роман. Называется он «Оставьте меня». Здесь автор. Здесь главная героиня. Это женщина, которая измотана какими-то проблемами на работе, проблемами дома, дети, быт, муж, который, я так понимаю, вообще не обращает на неё внимания и не помогает. В общем, всё на неё навалилось, и случаются с ней сердечные приступы. Только после этого она начинает как-то переосмысливать свою жизнь, задумываться о каких-то ценностях, о себе, скажем так, начинает думать. И в какой-то момент она просто, не взяв ни телефон, ничего, пропадает, уезжает. В общем, буду читать. Мне кажется, это что-то такое уютное, как раз на осенние вечера. Книжка совсем небольшая. Должна я её быстро прочитать. Ну вот, пока ещё не начала. Так, друзья, я сегодня доехала до торгового центра Рига-Плаза. Хочу посмотреть, походить по магазинам. Что-то интересненькое, может быть, для работы в офис. И вообще какие-то осенние новиночки. Сегодня у нас дождь, по прогнозу, весь день. Поэтому по магазинам, в шоппинг-центр. Как-то здесь в Рига-Плазе... А, точно, у них же была реконструкция. Я помню, как-то приходила, приезжала на первом этаже, Чендембл закрыт. Всё, они сделали здесь реконструкцию. Полностью как-то поменяли расположение всего. Я смотрю, что здесь впереди сейчас обувь. Хотя обувь была в другом месте. Аксессуары. Так красиво всё разложено. Смотрите, какая сумочка. Мне нравится. А-ля Винтедж. Багетик такой классный на тренч. Очень симпатично. На меня сейчас так смотрит охранник. Дядечка за мной прям идёт. Надеюсь, снимать разрешит. Это, наверное, шерсть. Вообще, в H&M со съёмкой никогда не было проблем. Но не знаю. Нет, это стоит 19 евро. Наверное, это всё-таки не шерсть. Да, за 19 евро. Нет, всё, мимо прошёл, прошёл. Значит, путь свободен. Смотрите, как они здесь, видите, обновили. Аксессуары, обувь. Вот такие балетки. Всё ещё актуально Мэри Джейн. Симпатичная бежевая. Вот такой костюм тоже появился. Кстати, ничего. И сумка тёмно-оливкового цвета красиво. Этот цвет, мне кажется, сейчас тоже один из самых актуальных. Смотрите, какой. Очень симпатичная вещичка. 30 евро. Вискоза. Золотая фурнитура. Я очень люблю такие. А вот это классическая расцветка балеток. А-ля Шанель. У Шанель есть культовая такая модель. Тоже бежевая с чёрным носиком. 20 евро. Ну, кстати, под тренчик. Под какой-то, да. Расцветка действительно очень удачная. Так, а есть ли тут 38-й размер? 37, 37, 39. Так, ну что у вас здесь есть хорошего для офиса, для дресс-кода офисного? Что-то я не вижу. Ничего интересного. Кстати, у меня в последнее время часто спрашивают, где я работаю. Сейчас будет мега-бонус для тех, кто не промотал вот этот шопинг-момент. Я знаю, что многие проматывают. Так что здесь такое симпатичное. Вдаваться в детали по этому вопросу я не планирую на своём канале. Но так как в последнее время часто пошёл этот вопрос, где вы работаете, отвечаю. Сфера финтех. Так, ну что, попробую перекричать эту музыку, которая здесь, как всегда, фигачит. В общем, решила я примерить чёрные брюки, потому что это то, что мне точно нужно. Чёрные брючки. Просто классические. Нашла вот такую модель со стрелками, с карманами, как я люблю. Единственное, нету вот этих вот штучек для пояса. Но зато есть удобные карманы. Примеряю с туфельками на каблучке, чтобы сразу посмотреть длину, какая будет с каблуками. На мне размер 36. В целом, неплохо. Стоят они 30 евро. Примеряю с моим собственным жакетом. В целом, неплохо, мне кажется. И даже по размеру отлично, в принципе, они сели на меня. Ну, чёрный цвет камера всегда съедает. С каблуками как будто немножко длины не хватает, да? С плоской обувью будет отлично. А вот с каблуком как будто просится ещё длина. Ладно, это вот такой вариант брюк. Решила примерить эти же брюки с вот таким бежевым топом. Я очень люблю такие варианты. Мне кажется, как раз для офиса тоже хорошо. Ну, и третий вариант. Боже, мне сейчас стало так жарко. В общем, это серый кардиган с золотой фурнитурой. И это чёрная твидовая юбка. Я хотела чуть-чуть подлиннее взять юбку, но не нашла. Этот образ, кстати, будет очень классно с грубыми ботинками или с лоферами на толстой платформе. Жутко мне не нравится сегодняшнее освещение в этих примерочных. Ну, что делать? Так, теперь кто-то здесь ещё и пылесосит. Кардиган приталенный. На мне размер S. Кармашки. Достаточно уютный. Кардиган стоит 60 евро. Ну, кстати, шерсти здесь всего лишь 5%. Представляете? Я была уверена, что намного больше. Ой, 60, 40. 40 евро стоит. Так, ну и ещё примерила опять этот бежевый топ. Чёрная твидовая юбка. Но в целом тоже классический вариант, да? Чёрная твидовая юбочка. Вот такой вот топ. Золотые пуговицы. Лодочки. Или же грубые ботинки. Сколько, кстати, стоит этот топ? 30 евро. И здесь у нас вискоза. Слушайте, они теперь убрали H&M Home в Рига Плазе. Здесь раньше на втором этаже был H&M Home, куда я любила заглядывать. А сейчас здесь детская. Тут тоже для детей. Те и там же, где и было, и мужской. Расширили, как будто детский раздел, отдел, а убрали H&M Home. Вот тут написано, что они до сих пор ещё что-то меняют. Возможно, будет на первом этаже. О, ещё прохожу вот этот магазин. Друзья, всю жизнь думала, что это, ну как всю жизнь, сколько этот магазин у нас есть. Я его называла Апранга. Благодаря моей зрительнице из Литвы оказалось, она мне написала, что Апранга – это по-литовски одежда. Поэтому правильно говорить Апранга. Апранга. Как это всё выглядит. Впереди у нас ещё где-то кинотеатр. А вот и Лидо. Оно здесь совсем маленькое. Совсем небольшой зал. Ну, посмотрим, какой здесь выбор еды. Ну, выбор еды, в общем-то, тут стандартный. Всё как обычно. Немножко меньше там было блинчиков, не было запеканки. Картофельная я её очень люблю. Сегодня я взяла фасоль и котлету куриную, и салат свой любимый. Без него я никак. Кстати, интересно, что именно в этом Лидо ресторан самообслуживания. То есть вы полностью сами себе всё накладываете. И котлетку, и фасоль. Непривычно. Обычно же просите работника, да, сотрудника. А здесь всё самостоятельно. Вот такие здесь новинки сезона. Смотрите, как аноли итальянские с брусникой и яблоком. И десерт яблочно-карамельный. Вот я, наверное, сейчас его возьму с кофе. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас курочка на гриле. Вот такой симпатичный десерт с яблоком и с карамелью. Я зашла в магазин Мультилюкс. Косметика, уход. Всё время забываю, что здесь выбор масок чуть ли не лучше, чем в Дрогосе. Очень много корейской, очень много некорейской. В общем, всякие скидки. Зависла опять, смотрю, на разные маски. Понравились вот эти малышки. Но это не тканевые, это такие. Просто наносить и потом смыть. А вот это уже тканевые, чёрные. Смотрите, какой огромный выбор. Просто целая стена масок. Обалдеть. И косметика. Декоративная косметика. Просто посмотрите, выбор тушей. Помады-блески. Но блески я себе купила в Неаполе. Так что это мне пока не нужно. Куча акций. И уходовая косметика. Моя любимая часть. У меня конкретная проблема. Мне нужен телефон, я не знаю какой. Самсунг или всё-таки айфон. Я не понимаю. Давайте зайдём. Вот они, айфончики. Скоро будет шестнадцатый в продаже. Сейчас пятнадцатый промакс. У меня никогда не было айфона. Мне так не хочется переучиваться на их систему. Промакс. Сколько у нас сейчас стоит? 1400 Тесла сразу брать. Мне бы понять, где лучше камера. В последнем самсунге или всё-таки айфон. Хочется как-то вложить уже. Инвестировать в свой блог. Улучшить картинку. Особенно меня раздражает моя фронтальная камера. Которая постоянно трясётся. Даже если ставить стабилизацию. Картинка неплавная. Качество как-то съедается. В общем, нужно срочно что-то делать. И я в полном недоумении. Пятнадцатый про. Он просто, по-моему, меньше по размеру, чем промакс. Промакс больше. Но, по-моему, камера... Вот не знаю, лучше в нём или всё-таки такая же. Только в размере разница. Но камера здесь, конечно, не фронтальная. Вот эта основная просто невероятная картинка чёткая, мне кажется. Насчёт фронтальной не уверена. То ли освещение жуткое здесь. Какое-то всё серенькое. Я тут нашла интересные солнечные очки. По форме не могу понять. Может быть, немножко матрица. В селе очень удобно. Очень лёгкие. У них просто обалденный цвет. Как сейчас модно. Цвет бургундии или вот этот винный. Просто шикарные очки. Именно по цвету. Форма такая мне тоже очень нравится. Стоят они 35 евро вместо 80. Это у нас такой outlet half price здесь в Орегоплазе. Я зашла через очки посмотреть. Но вот этот цвет прям меня покорил. Ещё я сейчас играюсь немножко с настройками камеры. Потому что меня волнует этот вопрос. Поэтому не пугайтесь, если что-то поменяется. Если вдруг качество стало похуже. Вот эта штука мешает, чтобы понять до конца. Ну что, я купила эти очки. 35 евро. Их можно в течение месяца вернуть. Я попробую их поносить на солнце. Выйти один раз. Если мне не понравится. Если будет как-то некомфортно. То я их верну. И мне сказали, что я могу выбрать внизу здесь под очками футляр. Я правда не поняла. Любой что ли? Чёрный вот эти. Наверное, любой можно выбрать, да? Как вы думаете? Наверное, я возьму вот этот вот чёрный. Самый нейтральный. Здесь, правда, написано Moschino. Кстати, Таня очень хорошо придумала, да? Что можно взять сразу футляр. Ну что, друзья, я уже дома. У меня небольшие покупочки. Вы видели, я всё-таки купила эти очки в Outlet, в Half Price. Ещё в подарок получила вот такой вот классный чехол. Хоть здесь и указан другой бренд, всё равно очень он такой лаконичный. В принципе, вы видели, что я могла выбрать любой другой. Но все остальные были какие-то реально страшненькие. А вот этот прям супер. И вот такие солнечные очки. И сейчас, к сожалению, уже такой сероватый вечерний свет. Здесь вот такая деталь тоже на дужке. Короче, классно. Я прям даже и не надеялась. Я искала всё время чёрное. А вот эти прям, мне кажется, очень необычно, что они именно такого винного оттенка. Но я ещё буду пробовать. Видите, мне оставили здесь бирочку. То есть я смогу выйти на улицу, посмотреть, как на солнце всё это дело. Нравится мне или нет. Стоили они 35 евро, вместо 79, да, сколько там, 77. В общем, хорошая очень скидка. Мне по форме и по цвету они очень нравятся. Если они мне будут комфортно на улице, то я их, конечно, точно оставлю. Так, ну и ещё какие-то мелочи. Купила, конечно же, маски для лица. Вот такие от Evaline с коллагеном. Это маска с лифтинг-эффектом. Здесь якобы 20 миллилитров какого-то серума в составе. Поэтому она тут прям, эффект должен быть просто вау. Не знаю, как насчёт лифтинга, но я думаю, что увлажнение питания должно быть отличное. Так, взяла две штуки. Взяла гигиеничку Веледа. Пользуюсь ей уже не первый раз. Она с натуральными компонентами. Очень хорошая. Она осенне-зимний период. Прям отлично. Так, и купила ещё крем для рук. Пантенол тоже очень хороший. Здесь у нас витамин Е. Здесь у нас масло авокадо. Этот крем тоже покупаю не первый раз. Поэтому знаю, что он действительно хороший. У меня был до этого вот такой вот от корейского бренда Farmstay. Он с манго тоже неплохой. Тоже отлично, в принципе, питал. Но небольшая была упаковка, поэтому быстро закончился. А здесь объём, посмотрите, насколько больше. Этим кремом я прям всегда тоже пользуюсь с удовольствием. На этом я буду заканчивать сегодняшний влог. Вечером я ещё выбралась на ужин в ресторан. Это один из моих любимых ресторанов в Риге. Находится он в тихом центре. Называется The Violetta. В переводе означает рыбная лавка. В этот раз я попробовала у них суп. Взяла уху. Был просто волшебный супчик. Столько рыбы, овощей. Мне очень понравилось. Как небольшой комплимент, к нему ещё подаётся хлеб и тунец в баночке. А я благодарю вас за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Мы с вами увидимся совсем скоро в моём следующем влоге. И всем пока!